Свою историю Fairchild Republic A10 начал в 70-х. То была золотая эра реактивных двигателей. Самолеты становились все быстрее, а их возможности все больше. Советские ВВС в то время активно отсваивают боевые самолеты третьего поколения, а США поднимают в небо свой легендарный North American A5 Vigilante — единственный в истории авиации сверхзвуковой палубный бомбардировщик. Но несмотря на начавшуюся гонку за сверхзвуковое господство в воздухе между СССР и США, последние не забывали и о куда более медленных на тот момент самолетах малого радиуса. И не даром, ведь именно такие в итоге помогут Соединенным Штатам одержать победу ни в одном военном конфликте. После войны США и союзники увидели необходимость в новом классе самолетов-штурмовиков. Штурмовиков обычно предназначены для нанесения ударов по наземным целям с более высокой точностью. По факту американцы хотели получить относительно недорогой штурмовик, который должен был иметь скорость не менее 650 км в час, высокую маневренность на малой высоте, возможность базирования на грунтовых аэродромах и мощное вооружение. Также новая стальная птичка ВВС должна была быть экономичной и простой в обслуживании. В итоге после долгих размышлений выбор военно-воздушных сил Соединенных Штатов пал на одноместный двухдвигательный штурмовик А-10 Thunderbolt 2 от компании Frail Child Republic. При длине 16 метров и размахе крыльев 17,5 с загрузкой в 13 тонн этот крепыш мог часами находиться в воздухе, выполняя свою основную задачу – прикрытие пехоты. После поступления на вооружение ВВС Шаг А-10 долгое время относились как к гадкому утенку, что было обусловлено его внешним видом, за который тот получил прозвище «бородавочник». Пилоты не сильно горели желанием садиться за штурвал этого уродца. ВВС даже подумывали о том, как от него можно избавиться, предполагая использовать в роли штурмовика F-16. Однако все поменялось, когда Thunderbolt 2 выпал шанс показать себя в деле. Thunderbolt 2 по прозвищу «бородавочник» из-за его не столь привлекательной формы. Это штурмовик, предназначенный в первую очередь для обеспечения непосредственной поддержки с воздуха, что означает поддержку наземных войск. В отличие от многоцелевых истребителей, он может нести большую полезную нагрузку и к тому же намного дешевле в обслуживании и не такой сложной в управлении, как тот же F-16. При максимальной скорости в 722 и крейсерской в 555 км в час Thunderbolt готов отказывать авиационную поддержку на почти что полтысячи километров, а разведку боем и вовсе на 800 с лишним. И все это управляется одним единственным пилотом. Такие боевые возможности идеально подходят для проведения операций на линии столкновения, что А-10 и доказал на практике. Именно там по легенде А-10 и прозвали «бородавочником». Уж больно звук его пушки был схож с рыком дикого кабана. Этот самолет он используется в многих военных конфликтах, вот в том числе и во время войны в Вьетнаме его использовали. Именно эта пушка среди прочего помогла бородавочнику в ходе операции «Буря в пустыне» уничтожить аж 900 танков, 1200 артиллерийских систем и более 2000 боевых машин. Но вернемся к легендарной пушке А-10. Ее калибр составляет внушительные 30 миллиметров. Выпущенная под маркировкой ГАУ-8, она была создана специально для бородавочника и является одной из мощнейших артиллерийских систем, когда-либо устанавливавшихся на американских самолетах. Фактически весь он собран вокруг своего главного оружия весом 1,8 тонны. «Тандерболт» выпускает 65 снарядов в секунду и на расстоянии в 1200 метров пробивает танки насквозь. А-10. На нем установлена огромная мощность пушка. Вот 30-миллиметровая семиствольная, там 6000 выстрелов в секунду для того, чтобы он мог просто артиллерийским огнем на поле боя или на марше уничтожать танки. Эта пушка еще при разработке самого самолета была испытана на советских танках Т-62 и, в принципе, с помощью этой пушки эти танки были полностью уничтожены. Мы можем себе представить, насколько мощное это вооружение. Фактически на борту самолета установлен один из мощнейших круглокалиберных пулеметов авиационных, которые на сегодняшний день существуют. Кроме пушки, «Тандерболт» имеет под крылом и серьезный арсенал вооружения. Он включает в себя как управление ракетами классом «воздух-воздух» и «воздух-земля», так и «неуправляемые». Полезный вес, который самолет может нести, это порядка семи тонн, имеет 11 точек крепления, которые позволяют разные боеприпасы использовать, в том числе как неуправляемые авиационные бомбы, в том числе и управляемые авиационные бомбы, например, комплекты «Джеда». Кроме того, если говорить о модификациях, которые на данном самолете используются после 90-х годов, то в том числе был расширен ассортимент, который позволяет использовать неуправляемые реактивные снаряды, например, «Зуни». И в том числе это использование бомб с головками наведения, в том числе с использованием лазерного наведения с борта самолета или, например, наземными группами наведения. При этом подбить американского кабанчика практически невозможно. Вернуться на базу на одном двигателе с половиной хвостового оперения, одним рулем высоты и половиной крыла – для «Тандерболта» норма. Еще при разработке самолета в него закладывалась неуязвимость за счет живучести конструкции и резервных систем управления самолетом и двигателем, которых три – две гидравлические и одна ручная. Он имеет бронированную кабину летчика, а также частичную защиту двигателей и отдельных элементов управления. Согласно документам, системы штурмовика должны выдержать попадание снаряда калибра 23 мм и быть неуязвимой для пятидесяти семимиллиметровых осколочных снарядов. А-10 – это штурмовик, самолет сугубо такого прикладного назначения, а самолет поддержки сухопутных войск, причем поддержки прямо на поле боя. И все его вооружение предназначено для работы по передовой противников. Поговорим немного о стоимости самого бородавочника и, что немаловажно, о расходах на его содержание. В уже далеком 1977 году стоимость одного самолета составляла 4 миллиона 100 тысяч долларов, или 16 с четвертью миллионов по ценам сегодняшним. При этом полетный час «Андерболта» обходится американскому бюджету в среднем в 17 тысяч, что значительно дешевле аналогов. К слову, про последних. В принципе, если говорить конкретно о данном самолете, то его сложно с чем-то сравнивать, потому что он имеет достаточно специфическую компоновку самого фюзеляжа, размещение двигателей, и в целом достаточно высокая тяговая вооруженность, поэтому каких-то там аналогов на сегодняшний день, наверное, нет. Но в целом его часто сравнивают с советским самолетом Су-25, или «Грач», который тоже, в принципе, является фронтовым бомбардировщиком. Вот в целом это, наверное, самый ближний его родственник с точки зрения оппонента, созданный Советским Союзом. Хоть оба эти самолета являются почти ровесниками из 70-х, но уже тогда сильно отличались друг от друга. Если сравнивать именно живучесть, то есть способность выдерживать огонь противника, тогда американский самолет выигрывает. Толщина титановой брони у А-10 составляет до 38 мм против 24 у Су-25. Также А-10 более грамотно спроектирован. В отличие от советской Сушки, он готов лететь при одновременной потере одного двигателя и половине оперения. Не угнаться Су-25 из-за вооружения заморского штурмовика. При схожих возможностях советский аналог несет под крылом куда менее эффективные боеприпасы. Хотя он имеет тоже 11 точек крепления подвески, его тяговая вооруженность фактически в два раза меньше и составляет чуть более 4 тонн. Проигрывает американец Су-25 разве что в максимальной и крейсерской скорости. Поэтому с начала полномасштабного вторжения Украина рассматривает А-10 как возможность значительно усилить свои позиции в небе. Тем более, что для США данная техника уже устарела и большая ее часть находится на консервации. Субтитры создавал DimaTorzok